Датой основания школы считается 1909 год. Тогда было открыто частное мужское учебное заведение. В 1911-м купцом Доброходовым было построено кирпичное двухэтажное здание. Оно и сегодня действует. В 1919 году, в декабре месяце, на Алтае и в Биське установилась советская власть. И тогда мужскую гимназию и казанские училища объединили в одну из самых больших на Алтае и в Бийском уезде школ. Опытно показательную школу имени третьего Коминтерна, первой и второй ступени с педагогическим уклоном. Весь педагогический штат мужской гимназии и казанских училищ одновременно стали учителями этой уникальной тогда советской школы. В начале 20-х годов прошлого века биологию и мироздание в школе преподавал Виталий Бианки. Память о легендарном писателе здесь повсюду. Первоклашки занимаются в экологическом кабинете, где собраны уникальные экспонаты. С 2011 года школа единственная в стране носит имя выдающегося писателя-натуралиста. Именно в четверке в 1923 году создается первый в городе пионерский отряд. Здесь же в 1939 появился первый в Бийске десятый класс. Четверка всегда славилась своим педагогическим составом. В стенах школы собрана уникальная галерея ветеранов. Многие учителя – выпускники этой школы, а некоторые – продолжатели педагогических династий. Я выпускница этой школы, я проучилась здесь 10 лет. Здесь учился мой папа, работала более 40 лет моя мама учителем немецкого. И я с удовольствием пришла сюда работать. Я считаю, что это очень уникальная школа для нашей страны, не только для города. В 1989 в школе в три смены обучается более 1900 детей. За многолетнюю историю у школы почти 30 тысяч выпускников. Около 300 человек закончились золотыми и серебряными медалями. В 21 веке здесь реализуют инновационный проект наукограда «Школа-музей». В 2010 году открыт музей часов, третий в стране. Ее посещают более 670 детей нашего города. У нас активно развивается олимпиадное движение, активно развивается военно-патриотическое движение в школе. В школе функционирует театр, хор. То есть школа цветет, расцветает, взрослеет и становится все лучше. Здесь чтят традиции и бережно относятся к истории. Вот уже 115 лет сеют разумное, доброе, вечное. Я желаю нашим учителям терпения. Я желаю нашим ученикам хорошей учебы. Желаю нашей школе сохранять традиции. Желаю продвижения нашей школе. Юлия Цапкова, Сергей Бертман. Будни.